Перед самым Новым Годом многие одинцовские любители лыжного спорта были в растерянности и задавались лишь одним вопросом. А не отменят ли в этот раз традиционную новогоднюю манжосовскую гонку? Отсутствие снежной погоды в предновогодние дни никак не радовало отчаянных спортсменов. Безусловно, ежегодно традиционно должна была состояться манжосовская гонка, но в связи с погодными условиями у нас состоялся кросс. Но манжосовская гонка не отменяется, и об этом сразу хочу сказать. Принято решение руководства оргкомитета нашего спортивного спорта, потому что она просто переносится на более позднее время, а 18-19 января она пройдет. Впервые манжосовская гонка была проведена в 1969 году и уже 47-й раз собирает лучших лыжников, профессионалов и любителей. Победителями становились такие известные лыжники, как Анатолий Акентьев, Александр Воронин, Михаил Ботвинов, Вячеслав Веденин, Юлия Чепалова и Михаил Девятьяров. Перед Новым годом мы такие мероприятия отложим обязательно. Как стряска, да? Ну да, надо детей немножко, чтобы они веселились, почувствовать, что такое Новый год, почувствовать, что такое зима. Вот немножко снежочек выпал, уже чувствуется, что зима, хотя на лыжах нельзя кататься, но все равно. Все равно мы пришли вот сюда, в любом случае я сюда прихожу, посмотреть, что здесь. Тут, конечно, все изменилось к лучшему. Эти спортивные старты из внутрирайонных состязаний уже давно превратились в престижные соревнования. На них собираются несколько сотен любителей спорта и здорового образа жизни в возрасте от 2 до 90 лет. Александр Кузнецов уже 31 год подряд участвует в новогоднем забеге и рекомендует последовать своему примеру всем без исключения. Чуть было не опоздал на соревнования, точное время не знал, но успел. Конечно, без всякой подготовки, немножечко буду встал, без разминки, но вот как видите пробежал. А погода люкс, я такую люблю погоду, слегка морозная, бодрит. Основные дистанции – 18 километров для мужчин и 12 километров для женщин. Первый старт в забеге на 600 метров для подростков младшей возрастной группы был торжественно объявлен Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Они же вместе с заместителем руководителя администрации Одинцовского района Виталием Савиловым и награждали тройку призеров каждой дистанции. Рудик Чиприат стал золотым победителем, пробежав первым 6 километров. Ну, было тяжело, в первую очередь, потому что мужчины соревновались со мной. А так, не знаю, вроде настроился, готовился. Все хорошо, с Новым годом. Все новогодние каникулы в спортивном парке отдыха шла обширная праздничная программа. И в ближайшие дни спортсмены все-таки встанут на лыжи. Пусть немного запозданием, но зато не отступает старой доброй традиции, манджосовская гонка состоится. Екатерина Стросветская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.